Добрый день уважаемые друзья. Вот я сейчас реконструирую свою заднюю бабку от своего токарного станка. В этой бабке будет очень интересная серия видео. Она универсальна. Здесь вот видим пиноль можно вращающуюся сделать, можно не вращаясь. Здесь предохранитель для нарезки резьбы, там предохранитель для подачи. Но это будет отдельное видео. И вот для этой бабки я комплектую ее сейчас патронами. Видимо пиноль здесь и патрон. Патрон здесь по умолчанию будет стоять постоянно такой патрончик обычный. Но дело в том, что размер у него зажимаемых сверл от 1 до 6 мм. Ну еще буду ставить вот этот патрон через переходник такой. Этот патрон от 1 до 9 мм. В любом случае нижний предел зажимаемого сверла будет 1 мм. А вот если зажимать сверло меньше миллиметра, то конечно я этими патронами не зажму. Поэтому я сейчас ремонтирую патрон. Это патрон такой же самый, быстро зажимные. Вот они такие вот патроны. Это такой же самый размер, как и этих патронов. Они позиционируются от 0 до 6 мм. Это вот у меня патрончик один. Это я вам ставлю свердельный станок свой. Через эту цилиндрическую оправочку зажимать на 16 мм. Там патрон на свердельном на 16 мм и сверла зажимаю с этим патроном. Эти патроны, кстати, это все патроны с металлолома. Как видим, сколько у меня этих патронов. Причем и эти тоже с металлолом. Вот еще два патрона. Но чаще попадаются вот такие вот быстрозажимные патроны. Это все одинаковые конструкции патроны. Это то, что я использую в приспособлении для сверления суппортом. Вот в этом приспособлении. Тут, кстати, тоже штатный патрон. Он тоже быстрозажимной. Ну и решил для этой бабки тоже использовать такой же самый патрон. Он, в общем-то, был ржавый. Это я его сейчас вот разобрал, полирнул. Тут вот подготовил уже к сборке. Но я решил снять видео о нюансах этого патрона. Потому что почему они в металлоломе оказались, эти патроны. Потому что неправильные действия с этим патроном он приводит к тому, что кулачки начинают клинить. И их никак не расклинишь. И человек не понимает, как его даже разобрать. И он, ну, что видишь, и тогда думает, лучше я его выброшу. А куплю новый патрон. Вот такой вот конструкции. Эти, конечно, патроны попроще и понадежнее по сравнению с этим. Значит, в чем ненадежность вот этого патрона? Вот, как видим, как он разбирается. Я вот этот патрон, который у меня для этого приспособления, я его разобрал лишь потому, что там внутри патрона упорная поверхность, на которую опирается уже при зажатии этот элемент, который нажимает на кулачки, он опирается на такой упорный шариковый подшипник. Ну, шариковый подшипник, чисто условно, это там просто две плоскости, между которыми насыпаны вот эти вот шарики. Я вот сейчас разобрал, вот эти шарики сюда высыпались. Вот их сколько здесь, этих шариков. Но они не все. Они в этом патроне, его кто-то неправильно открутил, они там рассыпались, половина потерялась, половина, по-моему, попала сюда даже между кулачки, потому что на кулачках отпечатки шариков, и кто-то с усилием потом начал, наверное, ключом каким-то закручивать. Поэтому я вот заодно решил посмотреть, сколько же там шариков вообще должно быть. Здесь это, вот смотрим, пять, трех как минимум не хватает. И вот я решил вот этот патрон тоже разберу, заодно покажу, как он устроен. Разбирается он таким образом. Вот это откручивается, верхняя такая вот гайка. Она откручивается. Вот плохо, что она откручивается, потому что она работает, и в то время, как вы зажимаете и отжимаете, сверло, которое вы сюда вставили, когда вы зажимаете, вы эту гайку затягиваете. Но когда отжимаете, если сверло здесь расклинило сильно, очень кулачки, начинают не кулачки туда прятаться, а не там винт такой. Когда мы крутим, вот эта резьба, должна эта резьба прежде всего закручиваться. Но вот она, если подклинит, не закручивается та резьба, а откручивается вот эта резьба. И вот она вот так вот раскручивается. Если вовремя не заметить, что она выкручивает, и начать это сверло пытаться вытянуть, мы открутим эту гайку. Дальше мы попадаем на кулачки. Вот наши кулачки. Дальше соскакивает обойма этих кулачков. И под этой обоймой, вот там дальше, расположены вот эти вот шарики. Ну вот там шарики, и вот они начали высыпаться. Теперь мне надо снять и этот конус, потому что я иначе теперь не соберу. Вот видим, они оттуда высыпаются. Сейчас мы выбьем этот конус. По-любому теперь уже мне этот патрон надо разобрать, чтобы эти вставить шарики, иначе я их никак не вставлю. Разбираем. Вот снял я с этого штатного конуса его. Как видим, не зря я его разобрал, потому что все сухое здесь, его же надо смазать. И считаем, сколько здесь шариков. Здесь может тоже не хватать. По большому счету, их количество можно посчитать таким образом. Вот этот вот диаметр 22 миллиметра. Это нам надо вот этих вот 22 миллиметров наружного кольца, когда они могут разбежаться максимум 22, 22, 28, равняется. 19,92. Это средний диаметр, по которому движутся шарики. Теперь умножаем это на π. Умножаем на π, равняется. Значит, эти шарики по оси движутся на окружности 62,5 миллиметра. И теперь делим на диаметр шарика на 2,38, разделить на 2,38, равняется. И мы теперь знаем, сколько там должно быть шариков. Их должно быть 26 шариков, а у нас 24, да? Может быть 24, но скорее всего, что их, наверное, должно быть 25. Наверное, тут одного шарика не хватает. Или, может, я неправильно посчитал. 4, 8, а, 25 шариков, все верно. Вот здесь должно быть 25 шариков. Вот они 25 шариков и есть. 26 это будет очень плотно. Если 2 и 38 разделить на 25 шариков, равняется. Между ними зазор 9 соток. Ну, наверное, так и есть. Потому что если полностью заложить, они без зазора там будут. А может, и 26 там должно быть. Ну, я не должен был потерять этот шарик. Может, он где-то и выпал. Короче, сейчас этот патрон, ну, как видим, хорошо, что я его разобрал. Потому что он же без смазки у меня. И я его сейчас соберу, а потом будем заниматься тем патроном. Как видим, я поставил вот эти вот 25 шариков, и то они влезли сюда с трудом. Следовательно, их должно быть, да, 25. Все, поставил и закручиваем. Вот здесь тоже можно было чуть-чуть смазать сверху. Хотя здесь вот мазать, с одной стороны и надо обмазать, чтобы оно вот здесь по конусу терлось липо. А с другой стороны, если вы будете ржавый, что-то сверлить, ну, это такой грязи сборный. И все, и закручиваем. И теперь, как видим, вот я закрутил. Вот здесь закрутилось полностью. Однако же, если я буду откручивать сверло, и оно там сильно застрянет, я могу покрутить, что открутится вот эта гайка. Очень внимательно надо смотреть. По большому счету, здесь, вот на этом патроне, это уже я взял, да поставил две прикладочки сварные, чтобы оно не раскручивалось. Он постоянно раскручивался, постоянно высыпались оттуда шарики. Ну, что ты сделаешь? Пришлось вот таким образом среанимировать. Вот видим, вот и здесь вот эта резьба. Если мы будем выкручивать, сейчас мы выкрутим вот это сюда, высыпятся шарики. Вот он, этот патрон, он тоже заклиненный. Шарики куда-то там внутрь попали. И этот заклиненный, вот. Аж туда дальше зашел он и заклинил. Ну, все здесь, с этим их и выбрасывают просто. Ну, заклинил, все, не работает, выбросил. Я надеюсь, понятно, как он устроен. Вот шарик. Я думал, что шариков этих здесь мало. Оказывается, наверное, они, может быть, и все. Одного, может быть, не хватает. Раз, так, девять, четырнадцать, девятнадцать, двадцать два. В принципе, если при разборке потерялись шарики вот эти вот, это ничего сложного, потому что есть подшипники, в которых именно такие шарики. Потому что шарики это тоже стандартная деталь, гостовская. Вот для этого патрона, вот подшипнички. Я, собственно говоря, коллекционирую. Смотрите, какая коллекция подшипников. Разнообразная. Это еще не все, тут побольше. Маленькие очень подшипники. В этой коллекции вот есть такие подшипники. Значит, шарики вот этот 2,38 миллиметра, это вот именно в этих вот подшипниках. Вот этого подшипника номер десять тысяч девяносто шесть. Размер его внутренний диаметр шесть, наружный пятнадцать и толщина пять миллиметров. Такие же самые шарики в подшипниках номер двадцать четыре. Вот. Там размер будет четыре на тринадцать на пять. Ширина будет одинакова, а наружный тринадцать. Ну, есть и такие у меня подшипники. Вот, наверное, вот он, наверное, и есть. Можно этот подшипничок теперь разрезать. Мне же его не жалко. Если вот этих шариков не хватит, или если они квадратные, сейчас я их проверю, потому что в том патроне, может быть, их надо взять да и поменять. Ну, что несколько шариков, по-моему, попало сюда вот на кулачки. Они и кулачки тут повредили, не знаю, что с шариками. Надо сейчас их под увеличительным стеклом посмотреть. Все эти подшипники из бывших механизмов, но они хорошие. Смотрим дальше. Если у нас уже есть такая проблема, что когда мы откручиваем именно за эту рифленую поверхность, откручиваем сверло, чтобы снять сверло, и у нас может не сверло отвернуться, а отвернуться по этой вот резьбе и рассыпаться патрон. Здесь надо, конечно, действовать аккуратно. Зажимать сверло, то надо за это от рифления. Причем его не сильно зажимать надо, но потом под действием сил сверления оно зажмется само сколько надо, потому что оно будет вращать вот это вот кулачки, и кулачки будут вращать вот эту обойму, а обойма будет сама поджиматься. Почему называется патрон самозажимную. Но вот когда отжимать, и вот здесь это будет заклинина, эта резьба, ну, распёрта, более интенсивно, чем это, открутится эта резьба. Поэтому откручивать желательно, не за это рифление, братцы, а вот здесь выше. Но здесь они не сделали рифление, вот чтобы они сделали здесь рифление, это во всех патронах. Если мы будем отжимать за это рифление, как видим, резьба выше этого рифления, если сверло заклинило и хорошо, то будет откручиваться не сверло, а будет разбираться патрон. Ну, вот это минус этих патронов. Ясно на ней рифления нет, да я ещё её сейчас отполировал. Патрон был, конечно, ржавый, он в таком состоянии был, как и этот, который я сейчас, вот примерно в таком, ну да, в более плачевном состоянии, он весь был ржавый такой. Я его полирнул. Ну, я его отполировал не только за тем, чтобы он был, как говорится, гладенький, чистый и пушистый, а за тем, чтобы у меня вот здесь надо, чтобы была очень скользкая такая поверхность, потому что на этой бабке, когда я буду сверлить очень маленькими сверлами, я буду придерживать патронов вращения, именно здесь, просто руками буду придерживать, это самая. Бабка как-то не вращается, её если отпустить, патрон будет вращаться с бабкой. Если тонкие сверла сюда ставить, они будут вращаться вместе с бабкой, ну, чтобы оно же сверлило, его надо вот здесь аккуратненько придерживать, если оно подклинит, так оно лучше в руках провернётся и не сломается. Но это я буду показывать, и когда буду демонстрировать бабку. И вот мне для этого надо, вот тут такая полированная поверхность, вот именно там, где конь. А вот здесь вот, желательно, чтобы было рифление, такое самое, как вот здесь, чтобы откручивать патрон, так браться вот здесь уж, не здесь, потому что здесь мы можем разобрать просто патрон на станке. Здесь, правда, вот на этом поясочке написан размер патрона, размер конуса, который здесь в патроне, вот он написан, от 0 до 6, P12. Ясно, здесь рифление может, оно и забьёт вот эту надпись, но никуда не денешься, я, наверное, сейчас кое-какое рифление вот сделаю, чтобы знать, что отжимать надо от здесь. Может быть, здесь вот можно было бы сделать под ключ, такие две лысочки, чтобы можно отжимать за эти лыски. Ну, рифление, по крайней мере, я сделал. Я знаю, что этот патрон по 6 мм, что конус в нём V12. Вот, как видим, я на этой вот ктулке сделал рифление такое, прямое просто рифление. Немножко оно забило эту надпись, вот V12, ну, её читать можно, V12-2. Ну, мы знаем, что патрон до 6 мм, а V12, конечно, надо знать, какой конус, ну, конус тоже можно померить. Собираем, но поскольку шариков у меня с этого патрона всего 21, а должно быть, как мы такой же самый разбирали, там, по-моему, 25. По-любому, не хватает 3-4 шариков, следовательно, один сейчас этот подшипничек мы разрежем, и извлеком оттуда нужные нам шарики. Вот так вот зажал я этот подшипничек. Посмотрим, если оно пиляется нормально, так мы распиляем все 4 подшипника, поменяем все шарики, чтобы не думалось, потому что те шарики, я не знаю, может быть, они уже квадратные. Главное шарик не задеть. Распилил. Не будем мы тут жадничать, распиливаем вот эти еще 3 подшипника, и это у нас будет 32 шарика, а нам надо 25. Пилим, и ставим новые шарики. Тем более проверяем сразу подшипники, чтобы они легко вращались, чтобы быть уверенным, что шарики здесь хорошие. Нормальные шарики подшипники, значит, шарики там хорошие. Режем еще 3 подшипника, и меняем все шарики. Ну вот, и четвертый подшипничек распилил. Тут вроде все нормальные шарики. Все шарики хорошие. Итак, я решил, в общем-то, все шарики поменять, те, которые здесь стоят. В патроне я их вообще положил, у меня там есть коллекция шариков, я переместил их туда, потому что там несколько шариков просто попало вот сюда. Вот их отпечатки даже на кулачке видно. Тут же, это же ненормально, что здесь такие вот ритвины. Это понятно, что туда попадал шарик. И я из этих вот подшипничков наковырял себе новую партию шариков. Значит, пошло 4 подшипника. как видим, раз, два, четыре обоймы. Сейчас это все мы, ясно, что уже это я никуда не смогу использовать. Обоймы и сепараторы сейчас я выброшу в металлолом. Вот эти вот внутренние обоймы я не выбрасываю. У них диаметр внутренний 6 миллиметров. Это хорошие дистанционные кольца при монтаже, допустим, на оправку фрес с внутренним диаметром 6 миллиметров. Или же абразивных камней. У меня там есть тоже коллекция оправок, и это все пойдет на оправку. Значит, шариков я наковырял 4 подшипника, получается 32 шарика. Здесь в каждом подшипнике 8 шариков. Но 3 я сразу забраковал. Как видим, они какие-то черные. То ли, может, я когда разрезал вот это, я, может, шарик зацепил, да он нагрелся, почернел. 3 я забраковал, 2 потерял. И только осталось у меня из 32-х минус 5 27 шариков. То бишь, я поставлю, наверное, 25 шариков сюда. Ну, посмотрю, как они сюда влезут, как оно будет вращаться. Вот по шарикам мы решили. Теперь общее такое замечание, вот после сборки патрона, я, прежде чем видео это снимать, я посмотрел, вообще, в интернете есть какие-нибудь видео по разборке, по сборке, по ремонту этих патронов. Нашел несколько видео, но они какие-то там так вот просто человек разбирал, собирал, ну, и что-то рассказал. Подробно так не рассказывал, я уже тут, наверное, на час наговорил. И вот он собрал патрон, и говорит, вот я его собрал, но в нем люфт. Как видим, и в этом моем патроне, вот который я использую на свердельном станке, видим тоже такой вот люфт присутствует. Значит, этот люфт почему? Если мы зажмем сверло, то этот люфт исчезает. Вот я зажимаю сюда сверло, и видим, люфта этого нет. Это потому, что вот когда сверло зажато, вся эта конструкция прижалась к шарикам, и оно фиксируется. А когда вы откручиваете, оно от шариков, это обойма отходит, вот обойма с шариками раз, а здесь оно катается вот это вот. И вот здесь у нас находится шарик. И оно, когда мы закручиваем, оно прижимает шарик, и они занимают положение такое внимание. И тут уже оно зафиксировано, то есть оно не ходит туда-сюда. Это ходит именно вот это вот. И оно его прижимает, поскольку кулачки сходятся, оно давит туда, и этот вот тройничок нажимает, и шарики выжимаются и фиксируются. А когда вы выжимаете, оно открутилось чуть-чуть, и вот это отошло оттуда. Вот этот вот скок, он фиксируется вот этим вот. О, как видим, и тут у меня какой-то ход. Ну, шарики я вставлю, что этот ход будет меньше на диаметр шариков. Но он тоже у меня останется. Поэтому блогер, который я, не помню, уже это там разобрал, говорит, тут какая-то шайба, вот такая из нее или стружка, или, говорит, не пойму чего. Вот здесь между вот этой плоскостью и той плоскостью, что там, должна быть вставлена какая-то еще вставочка. Она может и была здесь, а может на заводе ее не забыли поставить. Вставочка, ну, как дистанционное кольцо. Так вот, там должно быть стоять шлифованное такое кольцо, которое подбирается при сборке. Его можно закрутить, этот люфт измерить, раскрутить, и туда его просто вкинуть. На заводе это сделать довольно просто. Оно должно быть плоско-параллельно, то есть наточено, нашлифовано. Не знаю, почему на заводе так не делать. Вот этот патрон, у меня тоже, кто попался в свое время, разбитый, такой, ну, короче, его выбросили. Я его ремонтировал, у меня вообще никакого патрона не было, и это вот первый на гараже у меня патрон такой, я его тут проточил, он такой невзрачный был, но я его проточил из своих соображений, я по нему выставляю ось. Так вот, в этом патроне этого люфта нет, абсолютно. Там, ну, может быть, соточка какая-то. Он тоже, этот люфт тут присутствовал, а я уже при сборке шарики туда, и это, и вот, чтобы оно не откручивалось, вот то, что я говорю, самопроизвольно, вот так не раскрутилось, шарики не выпали, это я уже сварочку здесь поприхватывал. Ну, что тут, если его надо разобрать, ну, обрежу эту сварку. Но, если его качественно собрать, вот он у меня уже лет 7, наверное, может, 10 уже служит, и я очень часто пользуюсь, и никаких претензий к нему у меня нету, и к зажатию, и к центровке, к кулачкам, и так далее. Единственное, что вот я зря здесь рифление убрал, ну, оно мне мешало просто, его надо предварительно хорошо зажимать, потому что вы зажмете слабо сверло, то сверло может обойтись, и тогда вот здесь вот, ну, просто на сверле такие получатся ритвенные. А если сильно пожать его, то оно в первый момент хотя бы не крутнется, потом уже вот этот, этим моментом, которые вот здесь при резании получается, оно докручивает уже этот патрон, это, что он там не докрутился, увеличивается усилие, он как бы сам себя зажимает. Почему называется самозажимной патрон? Видим, тут лишь ключа нет. Ну ладно, это я вот в порядке просвещения вам сказал, что если вы хотите убрать этот люфт, можно разобрать патрон, даже не вынимая подшипники, чтобы они шариками не повысыпались, надо аккуратно его только раскрутить, снять вот эту, ну предварительно замерить люфт, какой здесь, и просто туда вставочку, туда, наверное, вставочку можно даже капролоновую вставить, потому что усилие эта вставочка фактически большого воспринимать не будет, потому что она воспринимает усилие, когда вы патрон раскручиваете. Кулачки здесь, если хорошо ходят, будут уходить, да и все. В общем, это я в порядке просвещение, извиняюсь, может быть затягиваю слишком видео, но я это делаю не специально. Ну и сейчас я буду собирать этот патрон. Прежде собирать, я его, наверное, сейчас еще раз чуть-чуть тут поподчищаю над фельком, вот здесь заусенки. На первый взгляд их тут не видно, но поскольку здесь попадали сюда шарики, то здесь появились какие вмятинки, которые будут ухудшать движение вот этих кулачков в этих пазах. Просто над фельком надо сейчас поравнять. Там вот есть ржавчину вот эту повыводить, которая там есть. Это я сейчас подготовлю, будем собирать этот патрон. Посмотрите, как я его собираю. Эта шайба, которая там должна стоять по большому счету, она выполняет примерно ту же самую функцию, как и дистанционное кольцо, которое мы используем при дуплексировании радиально-упорных подшипников. Там тоже кольцо должно быть шлифовано и строго калибровано по высоте. Оно, казалось бы, вот этот люфт, он не мешает зажимать сверло, как видим, я его зажимаю, отжимаю. Но, если он большой будет, выше определенного, и патрон будет, если еще на свернилке эксплуатироваться, то эти шарики будут постоянно там располагаться в одной плоскости. Может, ничего страшного и нет. Ну, будет немножко вас напрягать вот этот люфт. А если мы используем его в горизонтальном направлении, на дреле, может и так, и так, и потолочно, или же фрезерный станок горизонтально-фрезерный, или токарный станок. И если вот этот люфт большой, а там шарики, да, и если этот люфт больше диаметра шарика, то эти шарики могут стать не так в ряд, а один из шариков возьмет, перекатится и станет вот так. И в это время начнет клинить патрон, он будет с хрустом, так вот кручатся, и вы будете крутить, он будет хрустеть, шарики ломаться, делать там выбоины и так далее. Поэтому, вот это нежелательно. тут у меня люфт где-то миллиметр еще мериться можно. Сейчас буду делать этот патрон, я замерю специально уже для принципа, замерю этот люфт и сделаю сюда дистанционное кольцо и посмотрим, уже в очи убедимся, что это мое рассуждение, правильное. Сейчас я поподчищаю тут заусенки, шарчину я тут удаляю, ну использую алмазный надфиль, во-первых, чтобы не знаю какая твердость кулачков, чтобы там не сильно их травмировать, это раз, а надфиль использую еще кроме всего прочего старый, чтобы он тут не сильно, потому что новый, если надфиль взять, вот у меня пачка новых надфилей, если новый надфиль взять, так он может туда и врезаться и тогда в кулачках появится люфт. Особенно здесь эти шарики врезались, здесь прямо заусенка сюда выперло. Я не знаю, сейчас посмотрю, она будет видно, не? Вот видим, какие там ритвины, это же не заводской брак, на заводе так сделать невозможно, надо молотком бить. Вот видим на этом кулачке вообще такие ритвины, но я не думаю, что это брак заготовки, потому что такой кулачок наверное вообще должен быть сразу выбракован, если при изготовлении вот это все повылазило. И вот вскоре сюда попали шарики и крутили его, потом закручивали и откручивали с помощью трубного ключа. Такой патрон между прочим стоит по-моему 10 баксов он стоит или дороже. Посмотрите сколько он стоит. Я не знаю, если есть возможность принести с металлома отремонтировать, я так и делаю. Мне во-первых это интересно, во-вторых я спасаю оснастку от переплавки, потому что люди же делали, оно еще может работать. Ну, в общем-то подготовил все по-моему. Как видим, в этих патронах при разборке, сборке кулачки нумеровать смысла особого нету, потому что они хоть сюда, хоть сюда ставятся все на одинаковом расстоянии, потому что вот эта деталь довольно точно изготовлена. Дело в том, что в этих вот патронах, такого типа патронов, там надо кулачки нумеровать обязательно, потому что если вы попутаете их местами, на них, на этих кулачках есть резьба, просто кулачки встанут не на свое место, и поскольку в этой резьбе есть определенный шаг, он просто сместится, этот кулачок, и все, он сместится ровненько, или же на одну треть шага, или на две трети шага, сместится относительно своего положения, поэтому их надо нумеровать, чтобы лишний раз не разбирать и не ставить их на место. У них положение может быть только одно, то есть последовательно как расположение по этому. А эти, поскольку они цепляются в этих Т-образных пазах вот таких, может быть, конечно, их каким-то селективным способом устанавливать, то есть выборочным. Померили, собрали патрон, а не подходит, разобрали, выкинули. Я думаю, что так никто не делает. Если они даже шайбу сюда не ставят, чтобы лишний раз не разбирать, собирать, то это, конечно, они не делают. Но я на всякий случай их пронумеровал, сейчас я в той же самой последовательностью соберу, как они были собраны. Накладываем шарики и собираем подшипник. Значит, шариков должно быть то ли 24, то ли 25. Тут я еще не знаю, зазор между ними принудительный должен быть или не должен быть. В том патроне я ставил там 24 шарик. Значит, ну, я не думаю, что там кто-то потерял, а может быть, и потеряли. Я вот при вас его разбирал в начале видео, показывал. Ну, и вот эту вот, не знаю, сборку я там показывал. Если я ее там показывал, так я там вырежу, потому что я это вот сейчас повторяю, то, что я там показывал. Все. И теперь, поскольку обоймы нет, я зачем сюда солидола наловил? Чтобы легче монтировать шарики. Если их тут 27, а нам надо 25, два шарика отбрасываем. И смотрим, месяц ли вот эти остальные 25 шариков здесь. Раз, два, три, 23, 24, 25. Ну, вот, как видим, я заложил 25 шариков, и сюда уже 26-й, наверное, не влезет. Вот остался промежуток. Видим, вот промежуток, который остался после того, как я заложил 25 шариков. Ну, можно его положить, посмотреть. Да, он уже не лезет. Ладно, оставляем. Они сейчас эти распределяются, шарики. Вот 25 шариков. И теперь это вставляем сюда в убойму. Вот сюда. Все, шарики вставили. Ставим корпус кулачков. Сначала надо вкрутить вот этот держатель кулачков. Шарик, наверное, сюда один попал, прямо выбоина на резьбе. Кстати, резьба здесь левая. И теперь сюда одеваем вот этот держатель кулачков. И теперь кулачки. Значит, я здесь метил, я одну поставил, черточку, надфилем алмазным, две черточки. И на одном кулачке вообще ничего не вставил, это третий кулачок. Значит, смотрим, где одна. Вот она одна. Вот первая метка, и после нее идет первый кулачок. Заводим прямо вот те трообразные пазы. Он стоит. Дальше по часовой стрелке две метки. Вот кулачок с двумя метками. Для эксперимента можно было поставить произвольно. Но это, по-моему, сильно затянет видео. Вы уже и так с половины уже, наверное, не смотрите его. Сказали, дедушка, ну ты же нам уже так надоел. Ну, и ставим третий кулачок. На нем нету ничего. Ну, как видим, вот они все в одной плоскости стоят. Все, и остальное, что, закручиваем, вот это. Закручиваем. Ну, как видим, кулачки сошлись. Ну, и смотрим, какой у него люфт. Замерим, и сейчас сделаем сюда шайбу, чтобы удостовериться, что мы на правильном пути. Вот, теперь смотрим, какой здесь люфт. Вот это расстояние меряем раз. 8,65. И теперь прямо на кулачки нажимаем. Они же отдвинутся. 10,41. 10,41 минус 8,62 равняется 1,79 миллиметра. Ну, короче, здесь должна быть шайба. Ну, поставим на 1,7 десятых миллиметра. 9 соток этих. Пусть чуть-чуть остаются, пусть он чуть-чуть прыгает. Ну, как видим, 1,79. Это еще не страшно. Еще шарики вот так в ряд не станут. как говорится, как парад планет. Они еще будут держаться и на место становиться. Ну, сейчас мы это дело исправим. 1,7 делаем такую шайбочку. Сейчас замерим, какой у нее должен быть размер по наружу, внутри. Вот тут уже не обязательно разбирать весь патрон, чтобы шарики не повысыпались оттуда. Какой-то пашенек. Сейчас мы его поставим. Надо сначала кулачки достать. А теперь достать вот эту. Смотрим, шариков нет или нет. Вот так вот поставим, чтобы она так стояла. Ну, вот шайба должна быть вот такой. Прямо под это. Может, чуть меньше диаметра сделаем. Здесь 21,9 22, значит, сделаем 21. и внутри чтобы она туда залезла 13,7 сколько здесь 14 21, 14 и толщина 1,7 и вот еще одно смотрим 21,49 как раз то, что нам надо с этой стороны не пойдет 21,45 вот такую бронзовую шайбочку сделаем толщиной 1,7 миллиметра короче, делаем из этого куска бронзы по большому счету там, конечно, кольцо, наверное, должно стоять стальное, каленое и шлифованное с двух сторон на плоскошлифальном станке ну, чтобы не было перекосов, понятно но, поскольку у нас такой возможности нету зарядить сразу такое кольцо сделаем пока его из бронзы бронза тоже там будет стоять тем более усилия там, скорее всего что небольшое я думаю там, наверное, капролонового кольца вполне было бы достаточно посмотрим я вот не помню я ремонтировал тот патрон ну, я еще, наверное, в заводских условиях его ремонтировал чтобы у меня были тогда возможности поэтому там может быть я и каленое и шлифованное поставил у меня были возможности сделать и то и другое и третье один был у меня хороший резец я его сегодня сломал надо паять резцы мне говорят это самое что ты паяешь резцы купи себе резцы я купил сейчас посмотрю расточной резец я купил как видим полностью набор резцов вот здесь есть расточной резец я сейчас посмотрю я этим резцом что-нибудь тут расточу мне 14 надо размер а тут все 16 я хочу что я этим не сделаю надо только напаянные резец вы говорите китайской резцы есть у меня китайские резцы но ими можно сделать какой-то узкий фронт работ на 3 миллиметра зашло нам надо 2,5 итак смотрим 14 надо 13,89 о какой точняк мы сделаем в плюсе и отрежем конечно с той стороны при отрезании плоскость конечно будет не так что хотелось бы но что поделаешь так ширина резца у нас сколько 2 миллиметра следовательно касаемся чтобы точно подать мы сейчас верхней колебкой точно подадим неискасание 2,1 вот это ровно 1,7 миллиметра отрезание ну вот такое получилось кольцо бронзовое смотрим размер его 1,71 а там зазор 1,79 и ставим его сюда смотрим как оно влазит влазит нормально в общем для устранения вот этого люфта который здесь есть я сейчас выточил такую шайбу бронзовую окончательная ее толщина 1,25 миллиметра предварительно по расчетам я измерил вот этот люфт у меня он был 1,7 миллиметра я вытолщил такую шайбу но после того как я ее установил туда патрон начал немножко туго вращаться поэтому я перемерил еще раз и вот это уже окончательный размер сейчас мы эту шайбу все-таки тоже смажем потому что она там тоже как бы трется и поставим сейчас я вам про эту шайбу еще немножко расскажу вообще-то ее поставлю вместо этой шайбы скорее всего там согласно задумок заводского конструктора должна стоять и такая пружинка сейчас минутку я про нее расскажу и можем ее тоже поставить ставим шайбу туда ну и уже я думаю что собираю окончательно накручиваем эту гайку все зажимаем гайку хорошо ну и смотрим теперь абсолютно легко вращается этот видим кулачки расходятся вращается легко а то когда это было немножко толще шайба она просто с такими хрустом чуть-чуть перескакал сейчас вращается легко и люфта как видим люфта нету может там соточка какая-то есть ну этот люфт уже по крайней мере он ни на что не влияет потому что шарики зафиксированы вот такой люфт если есть это пагубно для шариков потому что они могут там стать в такое положение что начнут друг друга клинить ну вот такой как говорится ремонт патрона что я тут сделал то его совершенство я почему говорю что там скорее всего что должна быть вот такая шайба то есть не шайба а пружинка вот видим какая-то пружинка она такая волнообразная вот именно такой размер как в этот патрон я сейчас попробую ее поставить скорее всего что по задумке конструкторов там такая пружинка и должна стоять вот в этот патрон я сейчас поставлю вот собственно говоря патрон тот который предназначался для переплавки вот мы его вот этой переплавкой спасли это патрон не в 10 а в 12 это то чтобы его крепить у меня на станке я сюда сделал переходник еще такой с конусом с в 12 на в 10 ну вот собственно говоря слишком я заговорился тут может уже многие спать легли под мой видеоролик но я старался сделать такое видео более подробное по этому патрону потому что наверное много с этим с этой проблемой сталкивается я просто сужу по тому сколько таких патронов я уже принес из пункта металлоприемка причем пункт металлоприемка обычный ну такой деревенский фактически поселковый у нас городок небольшой вот с этого пункта который там сколько там людей сдает вот я принес я вам показывал сколько патронов включая и эти эти тоже но такие попадаются чаще собственно а то что я говорил что оно может открутиться и шарики повысыпается вот я сделал здесь верфление чтобы закручивать за это рифление а откручивать сверло уже за это рифление чтобы уже на всякий случай не открутить потому что в большинстве случаев шарики оттуда еще высыпаются потому что ну допустим вы токарь молодой пришли на завод работаете тут это вам надо переставить сверло вы одной рукой крутите патрон за вот это а другой рукой развариваете с девушкой которая подошла к вашему станку ну уже контролерша или учетщица какая-то распределитель работ вот вы ее объясняете устройство садии бабки на виде снизу она понимающая кивает голубой и тут у него прозор говорит а что там у вас за шарики сыпется вы что-то там крутите вы туда патрон уже раскрутился тут уже дальше пошла ненормативная лексика не про ютубе будет сказано поэтому я сейчас буду видео заканчивать всем всего доброго до новых встреч до новых встреч